Оркестр, цветы и знамена победы. Тысячу жителей Гагаузии прошли торжественным маршем в честь 80-летия со дня освобождения Камрата от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику на западное окраине гагаузской столицы. Сквер, где расположен танк Т-34, является символом героизма советских солдат при освобождении Камрата в ходе Яско-Кишинёвской операции. В мероприятии участвовали Башкан Евгений Угуцул, председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, депутаты парламента и Народного собрания, члены исполкома, активисты Блока Победа и множество молодых людей. Это наша память, это наши традиции, это то, с чем мы связаны. Для нас это очень важно, потому что мы чтим память тех героев, которые подарили нам это время. Сегодняшний праздник, это очень важная дата. Мы должны чтить и помнить сегодня 80-е годовщина освобождения нашего города от фашистов. Мы должны передавать это из уст и уста, чтобы информация дальше уходила в века. Это очень важный праздник для каждого жителя нашего города и всей республики Молдова. Сегодня это для нас большое чудо. Спасибо дедам, прадедам, что мы живем и не существуем. В августе 1944 года четыре танка ворвались в оккупированный Камрат с боевой задачей отрезать немецкому гарнизону путь отступления к реке Прут. Тогда в бою особо отличился экипаж младшего лейтенанта Третьякова, именем которого названа одна из центральных улиц Камрата. И вот спустя 80 лет на этом месте собрались тысячи благодарных потомков. 80 лет назад Советский Союз освободил Камрат, потеряв при этом мальчиков, 28 человек, лейтенанта Третьякова. Естественно, мы должны помнить эту дату. Если вот так вот подумать, шли на войну абсолютные юнцы, 18 лет. Это наши сыновья, это наши внуки сейчас. Этому подвигу нету цены. Они отдавали свои жизни. Они освобождали город. Они верили, что они делают справедливое, что они освобождают от немецко-фашистских, от румынских захватчиков. Это беспримерный подвиг. Лично мой отец воевал, но его уже нет в живых. Свёкор мой тоже воевал. Вы знаете, для меня это со слезами на глазах. Участвовавшая в торжестве башкан Евгения Гуцул отметила, что эта дата навсегда останется в памяти гагаузского народа как символ мужества, стойкости и любви к родине. Глава автономии поздравила всех жителей региона с праздником, отметив важность сохранения исторической правды о славных страницах истории и подвигах героев Великой Отечественной войны. Мы должны передавать последующие поколения нашу историю, которую не забыть, не стереть из памяти. Мы должны нашим детям, внукам рассказывать о том, что действительно происходило в те времена. И не дай Бог, чтобы те времена испытывали мы или наши дети. Я бы хотела пожелать всем нам, чтобы мы чтили память о войнах Великой Отечественной войны. Мы помнили нашу историю. О том, что наша память – это наш щит против попыток исказить историю и разрушить наше наследие, говорил и депутат парламентской группы «Победа» Вадим Фатеску. Также и мы должны с вами сделать все от нас зависящее для того, чтобы эта трагедия, а война всегда трагедия, никогда не повторилась на нашей земле. И только благодаря народной памяти, в которой живут все герои, не вернувшись с этой ужасной войны, мы с вами сможем избежать, не дай Бог, следующей войны. Поэтому я желаю камраду всей республики Молдова мирного неба над головой, памяти и преклонения перед подвигом тех, кто заплатил своими жизнями за нашу свободу и жизнь на этой прекрасной земле. Торжественные мероприятия, посвященные освобождению молдавской земли от фашистских захватчиков, проходят в эти дни во многих регионах нашей республики. Но официальные власти в них не участвуют.